Мы ступаем в новое воплощение, напрочь забывая своё прошлое. Мы полны беззаботности и безрассудности. Но если отмотать плёнку назад, мы увидим нашу космическую семью, собирающую нас в земной путь. Завязывая узелки памяти кармических путешествий, они тихо и неустанно повторяют. Не задерживайся, не отвлекайся, всё время иди на свет, к маяку. Не забывай, кто ты и для чего ты. Ты был там, ты падал, и уже не раз мы накладывали на твои раны исцеляющий бальзам. Ты, любим, помни это. Держись истины, как компаса, если твои дороги пойдут в кривь. Мы обнимаем взглядом наш дом, родных, и с сумасшедшим ускорением летим к земле. Чем ближе первый вдох, тем мы тяжелее, и тем короче становится наша память. Но земля прекрасна, и перед нами простираются широкие цветущие поля и сады, которые нас захватывают своей яркостью и благоуханием. Душа всё помнит, но её утягивает в свой узкий, контролирующий всё и вся, корсет, личность. И она опять учится молчать и молча наблюдать, и любить, но всё же иногда кричать. Ведь это её очередной раунд, в котором нужно победить. А жизнь для человека, между тем, кажется абсолютно новой. И мы словно попадаем в лунопарк, где путь к выходу стирается в череде каруселей, развлечений, аттракционов, сладкой ваты, скачков адреналина. Мы задерживаемся на каждом шагу, напрочь забывая о маяке, о цели, о том, кто мы. Кое-где мы остаёмся надолго, думая, что обрели рай. Душа всё время рядом, и как старшая мудрая сестра, она шепчет «Идём, идём нам туда!» Ты здесь уже был, побереги силы и время. А мы злимся, капризничаем, топаем ногами, кричим. Я и сам знаю, куда мне идти и как мне жить. Иди умничай в свою обитель света, или как ты там называешь этот маяк. «Мне неинтересно, и маяк мне твой тоже неинтересен». Душа грустно улыбается и отстраняется из поля зрения всезнающей личности, но продолжает непрестанно оберегать и думает «Ну вот, опять!» Опять я веду слепого в своей страсти и любопытстве человека к его единственному пристанищу. Опять и опять он будет падать и вставать, и утыкаться в свою глупость и гордыню. «Я очень устала, но я так люблю тебя, и только с тобой я могу пройти или не пройти этот путь. Пусть в этот раз нам с тобой повезет». А потом человек замечает, что дорожка его, казалось бы, бесконечного пребывания на земле сужается, и что вечное лето все же не бесконечно. И в итоге он оказывается на тончайшем тросике над пропастью. Он пытается вернуться назад, но страх сковывает его, потому что прошлое скрывается в тумане времени. И он соскальзывает с этой нити, он теряет баланс и летит вниз в кромешную мглу. И, казалось бы, все, конец. Но его подхватывает теплое, любящее, плотное сияние его сердца. Оно дарит ему вспоминания себя и возвращает к душе, парящей над тонкой ниточкой, ведущей к двери маяка. Душа, улыбаясь, говорит, Доверься, закрой глаза, протяни руки, почувствуй, что тебя ведут. Вспомни, кто ты, сними свои оковы, развяжи плотные одежды эго, провозгласи свой истинный закон здесь и сейчас. Вспоминай же, или опять запустится колесо времен. И человек простирает руки, и слезы благодарности текут по его лицу. Он ощущает тепло родительских ладоней. Как? Как я мог забыть? Как я мог потеряться в своей самонадеянности? Как мог потерять доверие? Как мог потушить сердце, прогнать душу, утратить связь с отцом, с матерью? Ты не виноват. Это путь каждого, и каждый срывается и падает. Но у каждого есть возможность воспарить, воскреснуть в истинности и светоносности. И ты, и он, и они, тысячи и тысячи идущих по своим дорогам, ниточкам, канатам, рождены для бессмертия. Лети к свету, там никогда не переставали тебя ждать. И ты идешь, летишь вместе с душой. Субтитры создавал DimaTorzok